Продолжение следует... Итак, главная наша причина состоит в том, что 13 миллиардов 800 миллионов лет назад взорвалась сверхтяжелая капля вещества и превратилась в нашу Вселенную. Она расширяется до сих пор. Через миллиард лет возникли первые звезды из галактики. Через 10 миллиардов лет возникла Солнечная система. Это было 5 миллиардов лет назад. Жизнь возникла 4,9 миллиарда лет назад. Сложная жизнь, многоклеточная. 500 миллионов лет назад. Динозавры 100 миллионов лет назад. 70 миллионов лет назад они вымерли, остались млекопитающие. Миллион лет назад появился человек. 40 тысяч лет назад цивилизация. 5 тысяч лет назад наука. В том числе астрономия, ради которой мы все собрались. Тысячу лет назад возникла наша страна. 300 лет назад возникла Академия наук. Ускоряется. Да, но мы не будем о грустном, сегодня у нас праздник. И, наконец, 55 лет назад возникла наша обсерватория. Она начиналась с Крыма. И мы, предчувствуя еще все тогда, видимо, у нас была хорошая разведка. Вперед на машине времени мы туда-сюда покатались. Мы решили перебазироваться из Крыма в Подмосковье. Начали искать здесь место. Дело в том, что в Крыму мы сначала ставили трофейные немецкие телескопы, потом начали придумывать свои, строить. Места нам стало мало. И мы решили перебраться поближе, в Подмосковье. Было это на рубеже 40-50-х годов. И в 55-м году мы уже плотно стали искать место. В это самое время, по параллельной линии потока сознания и потока истории, товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву пришла в голову очень хорошая и здравая мысль. У него мыслей много всяких было. Были хорошие, были плохие. Вот из хороших он решил основать то, что сейчас называется наукограды. А тогда это назывались академгородки. И вот академгородки по всей стране великой построить, дал он указ и стали их строить по всей стране. Причем был замысел довольно неплохой, что вся наука должна разряточиться по всей стране, быть в провинции, быть в малых городах, чтобы все население страны было подвержено влиянию науки. И страна как можно быстрее развивалась. Вот тогда так относились к науке. Но ученые тоже обычные люди. Вообще говоря, они тоже хотят комфорта. И они сказали так между собой, ну хорошо, провинция Сибирь, это конечно прекрасно. Так вот, ученые тоже хотят комфорта и решили обосновать некоторые города в Подмосковье. Ну а почему нет? Ведь это же тоже провинция, это же не Москва, это за Мкадия все-таки уже. Ну, сказано, сделано. И вот ученые разбежались по городам и весям Подмосковье. Сейчас, просто для справки, в Подмосковье 8 наукоградов. То есть очень много. И одно хорошее местечко подыскали в хорошей, прекрасной лесной зоне около реки Моча. И решили построить там город. И уже стали планы города чертить и так далее. И вдруг приходит в голову одному очень умному академику очень простая мысль. А что, если ударение будут ставить неправильно? Вот Ака, не ошибешься. Город на Аке, Кущино. А там еще неизвестно, как будет говорить. После этой совершенно простой и внятной мысли было решено перенести на другое место. И подобрали действительно замечательное местечко. Лысая гора. У местных жителей это называлось. Обширный холм. Здесь было поле совхоза Красный Коммунар. Все засеянное. Академия науки его выкупила за миллион рублей. За миллион рублей и пришли сюда биологи. Вернее, должны были прийти. Тут подключается в действие Никита Сергеевич Хрущев, который узнает, что такие-сякие ученые решили обосновываться Подмосковью, которая вовсе не такая уж лухая провинция, как Сибирь. Или Новосибирск. Он долго ругался, кричал, топал ногами. Насчет ботинков не знаю. Но в итоге, короче, прогнал ученых дальше. И пошли они солнцем по Лиме, в Солнечную Сибирь, в город Новосибирск. И только горстка ученых, биологов, зацепилась за это место. И несколько лет спустя все-таки стало здесь строить город. Приходят, а здесь уже радиоастрономы сидят. В чем дело? Оказывается, мы уже знали, что тут будет город. И пока биологи раскачивались, пока им давал нагоняя наше высокое правительство, мы уже успели здесь построить первый радиотелескоп, первую улицу, заложить первые дома и так далее. И вот, наконец, пришли биологи. И получается, что город Пущино. Считается, что дата его основания 62-й год. На самом деле, здесь уже в 59-м году был радиотелескоп, было несколько домов, была наша радиоастрономическая обсерватория. В 62-м году, наконец, город стал строиться массово. И возникли первые другие дома, улицы и так далее. И с тех пор получилось, что в нашем городе биологов 10 институтов, из них 9 биологических и 1 радиоастрономическая обсерватория физического института Академии наук. У нас самый маленький коллектив среди институтов нашего города. 128 человек. Но занимаем мы территорию почти 1,5 квадрата километра. Почему так? Вы увидите. На остальные 9 институтов приходится несколько тысяч человек и 4 государственных премии. Остальные 4 государственные премии находятся в нашем институте. А также на весь город Пущино приходится 7 дипломов научных открытий. Из них 4, извиняюсь, наши. Но просто так вышло. Это не потому, что мы такие умные биологи, такие дураки. Ну, просто биология более молодая наука. Более молодая наука. Здесь в наше время считается, что это локомотив науки. В то время, лет сто подряд, была физика локомотив. Теперь вот биология. Мы ждем бессмертия от них и так далее. Излечения всех болезней. И, в общем-то, надеюсь, ждем не напрасно. А мы для того, чтобы в этом бессмертии наблюдать за небом. Вот если коротко, смысл нашего противостояния внутри города между биологами и радиоастрономами. За все это время биологи нашего города произвели огромное количество научных продукций. Если без шуток, это считается биологической столицей нашей страны. Потому что 40% публикаций по науке биологов происходит из нашего города. А из нашей радиострономической обсерватории происходит... В 60-е годы у нас были все самые крупные радиотелескопы в мире. Потом мы постепенно-постепенно-постепенно как бы отходили назад. Но, тем не менее, мы, например, открыли радиокорона около Солнца, сверхкорона около Солнца, а также движение в ней, которое сейчас называется солнечным ветром, а также еще несколько достаточно крупных открытий, за которые нам дали эти самые дипломы. И каждый радиотелескоп, что вы увидите у нас на территории, он в свое время был самым крупным. Ай-яй-яй, скажете вы. А как же так? А сейчас? Ну, я могу обрадовать. До 2011 года я на этой грустной ноте как бы немножко заканчивал, но, правда, прибавлял еще вот какую вещь. Мы являемся подразделением физического института Академии наук. Мы крохотный филиал этого института. В физическом институте Академии наук 7 нобелевских лауреатов. На всю страну Советов и Россию, и как бы она ни называлась эта страна, 21 человек нобелевских лауреатов. То есть в нашем институте треть достояния по умам нашей страны. Правда, конкретно на нашей обсерватории Нобелевской пока нет. Но, возможно, она может появиться. Я на это очень надеюсь. Почему я об этом думаю? Дело в том, что два года назад, в 2011 году, был запущен радиотелескоп «Космос», который называется «Радиоастрон». Он летает сейчас над нами на высоте до 350 тысяч километров. Все радиотелескопы Земли работают вместе с ним. И получается, что это один огромный радиотелескоп диаметром 350 тысяч километров. Это снова самый крупный радиотелескоп в мире. И мы принимаем в этом самое активное участие. В том числе у нас, например, есть наш собственный старичок РТ-22, который принимает линию связи с этим космическим аппаратом, который непрерывно летает. Все это мы увидим, покажем, расскажем. Чем отличается вера от веры? Я и все большинство моих коллег, то, что раньше называлось атеистами, а сейчас, чтобы никого не будоражить умы и не спорить о том, что атеизм это тоже якобы вера, мы говорим, что мы агностики. То есть мы не знаем, есть ли Бог или нет ли Бог. Мы к этому относимся равнодушно. Есть? Хорошо. Пусть он создал Вселенную, верьте, радуйтесь красотам Вселенной. Нет? Поражайтесь, по каким удивительным чудесным законам развивается Вселенная. А это самого умного возраста. Который всегда пасует. Да. Возраст, который самый ведет у нас у Сергея Анатольевич Тюльбашев. Возраст, который наиболее ищущий. Возраст ведет обычно Андрей Николаевич Казанцев. Детей и их родители веду я. Да.